У нас будет интересный собеседник, неожиданно, столько сразу будет новостей. Победитель дисциплины. Представься, пожалуйста, расскажи, потому что я полный профан в виртуальных полетах. Меня зовут Холодных Александр, ник Z23. Я летаю на дронах, в данном случае в кибер-турнире. Это симулятор дронов, называется DCL The Game. А так еще и на реальных дронах тоже, соответственно, летаю. Это... Тоже на турнирах? Да, и на турнирах. И вот буквально в ближайшие недели, 4 июня, тоже будет в Питере гонка, и Лагин слет. Там буду на ней тоже выступать. Там только на реальных уже, соответственно, дронах. А конфигурация какая там? 250 или какие там? А там 200... Ну да, 250-е дроны. И давно ты занимаешься, давно летаешь, и что у тебя за железки? Наверняка людям, которые занимаются, будет интересно и о пульте, и о движках. Там наверняка конфиги нетиповые есть. Ну да, собственно, занимаюсь я уже 5 лет. Летаю на моторах, собственно, да, там X-новы и так далее. Все, что здесь спонсоры, это все в основном как раз из дронов, из реальных. Пульт, соответственно, джампер, это прям на данный момент популярный, и он как бы и на реальных дронах, и в симуляторе тоже используется. Что еще? Движки какие? Движки X-нова. 2207 двигателя. 1900 киеви. Это типа оборотов на вольт, да, да, да. Ну вот так, да. Сложно было здесь, ну, на полуфинале-финале, там региональный отборщик наверняка ты прошел без особых проблем, учитывая практику. Да, отборы были нетрудные, там как бы не было проблем, я абсолютно был уверен в том, что в финал я выйду, а вот над финалом, да, конечно, я сомневался. Что там за участники, кого ты там опасался? Ну вот Кирилл Федукович, Нивка, он тренировался, я знаю, и очень хотел в этом году победить, поэтому, учитывая то, что у меня не было особо тренировок, и я сомневался, и не был уверен, что все получится действительно, я смогу взять первое место в этом году, как в прошлом. Слушай, а какие качества нужны для того, чтобы успеха добиваться именно конкретно в этой дисциплине? Там скорость реакции, наигрыш, там что, что? Да, это реакция, это абсолютно большое количество тренировок, очень большое количество тренировок, и я так знаю и даже уверен в этом, что это по-любому есть какой-то или талант, или какая-то жилка, потому что есть люди, которые приходят, годами занимаются, а результата никакого, хотя они могут и денег, кучу вкладывать и времени, а кто-то приходит и просто там за короткий промежуток времени вдруг там начинает в каких-то призерах появляться, а потом и на первые места вылезает. Ну, собственно, у меня, в принципе, почти так и было, тоже я там первый год просто летал, можно сказать, фристайл, потом попал, решил попробовать себя в гонках, и уже к середине года у меня, ну, призовые места пошли, включая первые. Ну, а там платят? Призы какие? Крупнейший твой приз? Крупнейшие призы у меня в киберспорте. Собственно, вот, от ФКС все, что было, да, получается, я в девятнадцатом году Казань выигрывал, потом в двадцатом году второе место было, Кирилл занял первое место, в Челябинске первое, и сейчас опять первое. На самом деле, вот в симуляторах на железо вообще почти ничего не надо, нужно взять хороший пульт, который стоит тысяч 15 примерно, и все, больше ничего. И есть люди, которые только в симуляторах летают, даже реальные дроны никогда не собирали. Хотя при этом и на реальные дроны даже, ну, в целом я не так много за эти пять лет потратил, ну, вот как-то мне так везло, мало я ломал, хотя многие, кто сильно тренируется там много, они постоянно что-то ломают, моторы, это все расходники, и иногда бывает в копеечку можно влететь там. Ну, грубо говоря, один дрон примерно, ну, порядка 15 тысяч стоит, его можно разложить где-нибудь, ну, разные гонки бывают, иногда в каких-нибудь заброшенных местах, то есть ты там можешь в стену влететь, и у тебя, да, огромные затраты сразу. А в симуляторах этого нет. Симуляторы, да, вот по призовым, конечно, они за эти 4 года очень хорошо принесли при, ну, почти никаких вложениях. Но это все равно твое хобби, тебе на вид лет 30, наверное? 34. Хорошо, и ты работаешь? Да, работаю программистом подрядной организации под МФЦ, пишу код, обслуживаем их программное обеспечение. Без энтузиазма, ты говоришь, хотя ты и про дроны, ты сейчас грустненько так все рассказывал. Я не могу, на самом деле, еще отойти, да, там прошло уже полтора или два часа, но у меня вот еще такой мандраж внутри после всего этого. Незаметно вообще, что это мандраж. Многие говорят, что когда я там, да, что я вот как-то вот внутри, снаружи никогда не видно ничего, а внутри у меня прям все, бурлит. Даже вот я ребятам рассказывал, когда летел, вот именно сегодня, летел, у меня были надеты эти наушники, в которых ничего не слышно, и у меня начинает биться сердце, прям начинает, ну, как ручки потрясываться. И я так, и все, и дальше у меня хоп отпускает, и дальше, собственно, и вот на таком вот стрессе прошло все вот это вот минут 35-40, сколько мы там летим. Это же очень вредно, там стики, они же мега чувствительные, у тебя вообще руки не должны дрожать по-хорошему. Да, по-хорошему не должны, но потряхивалось иногда. Я в одном вылете очень ошибся и промахнулся в финальный гейт, который нужно было залететь, хотя летел первым. Но ничего, я очень много раз пришел первым в этих вылетах, и поэтому все получилось. Счастье на лице написано просто на вершине, довольный. А что по призу за первое место, сколько ты получишь? 250. Поздравляю. Спасибо большое. Куда ты собираешься средства эти освоить? Средства, ну, в целом уже есть куда их вложить, и это, скорее всего, в закрытие кредита. Хорошее дело. Окей, до интервью ты очень интересную вещь рассказал, что ты, ну, не только дронами увлекался, но раньше стримы смотрел. И стримы смотрел, и в StarCraft играл, собственно, и Бродвар, и второй тоже, соответственно, кучу модов там покупал когда-то. Ну, и Defrag я смотрел периодически. Defrag? Я не стримил Defrag. А, подожди. А, все, нет, не Defrag. Ты, Старик, только стримил, прости. Зерга, наверное, смотрел, и он из StarCraft, и Defrag. Defrag, все. Единственный человек, который и Defrag, и Старкрафт уникальные у него качества. Да, я потому, видишь, я говорю, что порядка десяти лет я как бы не смотрел ничего, и потом не узнал тебя просто, когда в том году мы встретились. Только по голосу, что. А сейчас не играешь уже? Нет, я в десятом году, ну, у меня еще был период, я играл очень углубленно в Counter-Strike. Как ланы всякие, команды и так далее, все, мы на соревнования ездили. Ну, вот. И в шестнадцатом году я принял решение удалить все игры и перейти плотно в дроны. Потому что? Потому что я с детства хотел летать. На самом деле это вот такое, у меня с самого детства всегда хотелось вот что-то радиоуправление такое. Ну, почти никогда не было возможности. А вот как-то появилась возможность, время там, с учетом работы на тот момент, я закупился. Начало получаться, и все, я думаю, так, игры надо откладывать, действительно. Теперь на них точно не творим, тем более, ну, семейный человек, двое детей у меня еще, ко всему прочему. Ну, вот так. Молодец, молодец. Что еще спросить интересного? Хочу, что твои дети тоже кивиспортят. Мои дети летают в симуляторах, причем они сами просят и периодически полетывают, да. Им нравится. Ну, то, что прям углубленно, нет, но летают. Круто. Я не знаю, как они пойдут, не пойдут в этом направлении. Но ты не против, то есть ты не жалеешь абсолютно? Нет, абсолютно. Просто бывает такое, что человек там про деформацию, все дела, сам вбухал в это много времени и отгораживает своих детей от такого. Да нет, нет. Почему? Я тоже думаю, почему. Интересно. А на реальных самолетах пилотировал что-нибудь сам, хотелось бы, с парашюта наверняка прыгнул? Хочу прыгнуть с парашюта, но пока еще не сделал этого. Пероятность разбиться меньше, чем на машинке. Ну, это да, согласен. Нет, еще пока не пробовал, но хочется. И, может быть, полетать на самолете, вот когда там с перегрузками, вот это вот интересно. Это, кстати, не очень дорого и там спецподготовки почти никакой не нужно. Насколько я слышу. У меня знакомый летал, ему очень понравилось. Особенно интересно было смотреть видео с GoPro с его лицом. Который меняется прям. Когда-то мы петли делали и так далее. Это очень необычно выглядит. Круто. Ну что ж, я, во-первых, желаю тебе успехов. Это очень здорово, что ты занимаешься. Наконец-то пришел к тому, что тебе интересно и занимаешься тем, что... И главное, получается, видишь, чемпионаты, чемпионаты, чемпионаты. Круто. Вот. Keep on, как говорится. И, ну, напоследок, если что-то хочешь сказать, может, тиммейтом, может быть, там, мелким своим. Всем спасибо за поддержку. Это самое главное. Это безумно бесценно. Все. Я думаю, летайте и выигрываете. Спасибо большое за интервью. Спасибо.